МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, в студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Герой-патриот-партизан. Сегодня в Ельску прошли мероприемства, присвященные памяти Яна Налепки. В Осинске призыв новобранцев начали отправлять в воинские части. Сельско-господарчий год завершен. Час подличивать у Раджай. А зараз об этом меньшим больше подробно. Назвычайный полномочный посол Словацкой республики в Республике Беларусь Йозеф Мигаш сегодня наведал Ельск. Тут прошли мероприемства, присвященные памяти национального героя Словакии и героя Советского Союза Яна Налепки. Менавито тут начальник штаба 101-го Словацкого полка в 1943 году разом с боевыми сябрами перешел на бок беларуских партизан. Ян Налепка стал свой особливым символом братерства двух народов, які змагались за гульную перемогу. В Ельску побывал Олег Синцеров. Дом, у яким по часу великой очинной у Ельску жил Ян Налепка, захавался до нашего часу. Правда, пасля военных господарей кряху змянили его знішний выгляд. Кажуть, перше, што зарабил начальник штаба 101-го Словацкого полка, калевайшов в гэтый дом, выкинув за его портрет Гитлера. Историчные криницы свечать. Ясчет до перехода до партизан Ян Налепка створил у полку антифашистскую группу. Словаки передавали местовым жигарам информацию об ситуации на фронте и не выконывали распоряжение оккупационных уладов об борозбе с партизанами. У городским крест нашему музею Яну Налепку присвятили целую экспозицию. Тут и фотосдымки, и документы, и литература об героях, выдаденные у Белоруссии и Словакии. Хоть супрацовники музея рассказывают не только про боевые шлях капитана, и он часто допомогал местовому населению, которое покутывало от голоду и хвороб. Очень-очень заболело. И она говорит, когда он зашел в землянку и увидел меня, что я совершенно больная, он говорит матери, что с твоей дочерью, мать? Она говорит, больна. Она умирает. Он дал ей таблетки, дал ей хлеба, потом еще раз пришел, дал ей лекарства. Она говорит, благодаря ему я осталась жива. И не только ей он помогал, он и другому населению помогал, именно медикаментами, продуктами. Ян Налепка загинул в 1943 году, подчас боев в Украине. Ему был усягу 31 год. Сегодня его имя Уельску носит одна из городских волиц и пионерская дружина. А прочатого еще в 1962 году герои Советского Союза у Уельску установили помник. В 2015 году его заменили на больше сучасных гранитных. Подчас митингу выступающие узгадывают партизанский шлях словасского героя, який командовал от Радом, и додают. И он был отважным бойцом, добрым человеком и суправдным славянином. Участок, когда предпринимается спроба переписать историю другой соцветной войны, захватить историчную правду особливо важную. Об этом же размыва и подчас церемония открытия областных споборницов по мини-футболе сярод юнаков в памяти героя Советского Союза Яна Налепке. Все ли это турнир проходит в девятый раз. Посол Славацкой Республики не выключая, что уже в ближайших турнирах удел у споборницов может принять и команда за ярко Краины. На думку Йозефа Микоша, сегодня в уголе необходимо больше уважения надавать развитие народной дипломаты, обновивши практику обмену молодежными, спортивными и творчими делегациями. Прихо позднее, наведывающий выставу товаров, який вырабляется в УЕСКИМ районе, Йозеф Микош каже, что посольство Славаки будет соединяться в выдаче виз для больших худших устанавливания контактов и помеж бизнес-партнерами. Конкретная сфера сопрацовництва подчас визиту не агочуется, но у РАИ выконками кажутся, что перспективные накерунки есть. Налаживать отношения между малым и средним бизнесом, например, того же района списка Нововес, где родной дом капитана Яна Налепки, и ельцким потенциалом, который я увидел, и в деревообработке, и в сельском хозяйстве, и в мебельной промышленности, в лесном хозяйстве, есть о чем говорить, и создавать проекты, и связывать инвесторов, и частных, и государственных, и пусть реализуют проекты, которые станутся новым символом наших отношений на современном этапе. Олег Семтеров, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель» с Ельцком. Сегодня призывников начали отправлять в воинские части. Во Узбройные силы Республики Беларусь и иншее формирование с Гомельского областного сборного пункта на службу в Брест едут каля 200 юнаков. Про тяг темы в сюжете наших корреспондентов. До урочистых построений – паугадины. Для воротов Гомельского областного сборного пункта родные и сябры призунюков. Близкие зауважно хвалюются. Меж тем, будучи новобранцы, завершают проходжение кончатковой медкомиссии. За день урочам требует проверить каля 200 юнаков. Все ребята, которые пришли на областной сборный пункт «День отправки», практически прошли комиссии отобранных. Кто был негоден, они уже списаны, как говорится, в запас ранее. Сегодня все ребята признаны годными. Перед урочистым построением – репетиция. Новобранцы робят па пляцовцы круг за кругом, а снег тут же заметает следы от пакулящи цивильного обутку хлопцов. Худкены будут маршировать уже у военных ботах. С каким настроением отправляетесь и в телевоскак, которые хотели? Ну, с настроением позитивным. Но войска – да. Я в ВДВ сам, можно так сказать, напросился. И вот я доволен тем, что отправили. Куда отправитесь конкретно? В Брест, да? Конкретно, да, в Брест. Получается, часть 92-616. Выклику на призывные комиссии Беларуси геттей осенью подлягает каля 70 тысяч юнаков. Зараз у военных комиссариатах завершается медицинский огляд призывников. Уже вынесено свыше 50 тысяч решений. В различных причинах 25 тысяч молодых граждан отримали от терминовки от проходжения воинской службы, основным для протягива учебы. Всего планируется направить на комплектование войск других войск воинских формирований около 13 тысяч человек. Сегодня первый день отправки. Планируется отправить со всех областных сборных пунктов и сборного пункта города Минска порядка 1200 человек. Из них 190 со сборного пункта города Гомеля. Пополнение будет направляться в вооруженные силы, органы пограничной службы, органы государственной безопасности, транспортные войска и внутренние войска Министерства внутренних дел. Принятие военной присяги, но при высшем пополнении вооруженных силах, пройдет 15 декабря этого года. Восинский призыв проходит без особенностей и нового ведения. Колькость новобранцев отвечает за потребности у их, у Збройных сил и других воинских формирований Украины. Завершится призывная кампания празд два недели. Марина Джалая, Евгений Кухаронак, Игорь Марыщенко, телерадио «Кампания Гомель». Сельско-господарский год 2018 у Гомельской области практически завершился. Собраны ураджаи, перевезены у сховища, Гаронина и Садовина реализуются насельництвом. На полях ведется подрыхтовка земли до весновых посевов. Механизаторы зябят и уносят удобреннюю хлебу. А працавана уже свыше половы площав. Засушливая на двор, я что трымалася на территории в области Ума и Червени, оказала негативный уплыв на вегетацию бульбы. В головы сбор этой культуры в регионе оказался незначный, но все-таки ниже, чем летось. А вот сады порадовали ураджайностью. Яблок собрано на шмат больше за минулогодний показчик. Добро спрацавали аграры пан Рихтоуцы Кармоу. З выше трех миллионов тонн силоса хопить на целый год. Карма заготовлены качественные. Выполнили мы задачу, поставленную президентом в текущем году о строительстве синажных траншей. У нас их на области более 600 введено, реконструировано. Построено новых, поэтому карма заложены качественные. Надеюсь, что это даст, конечно, в следующем году, но и в этом прибавку по продукции животноводства. Проблемы взаимодействия, выпроменивания с речевом, обмерковывают физики с 10 краин на науковом форуме у Гомели. Пятая международная конференция, присвеченная памяти академика Бориса Бокутя, проходит в университете имя Франциска Скарыны. Об новых открытиях и перспективах науки. Сюжет Марины Джалой. На пятом корпусе университета имя Франциска Скарыны мемориальная дошка памяти ученого-физика Бориса Бокутя. Академик был ректором ГДУ с 1973 по 1989 год. В складе кветки узгадать великого ученого, пришли довуковцы, которые протягивают справу Бокутя. Его талинавицы – последователи и однодумцы. Наш университет проведет своеобразный отчет, расскажет о том, каких успехов достигли физики нашего университета как раз в развитии тех направлений, инициатором которых был Борис Васильевич Бокуть. Мы обсудим современные тенденции и представим свои результаты, познакомимся с результатами наших коллег. Удельниками наукового форума стали свыше 100 науковцев, доследчиков и распроцовщиков с Беларуси, России, Украины, Польши, Японии, Франции, Германии, США и других краин света. Досягнение академика Бориса Бокутя для многих из них – частка властной биографии. Созданный им факультет, ученый совет является основой для подготовки кадров в Могилеве, для подготовки кадров физики. Такой волнующий момент. Мой сын недавно защищался здесь в Совете. Так сказать, семейная уже традиция. И несколько моих аспирантов. Важно, что на конференцию приехали не только науковцы. Удель уйой принимают и представники промысловых предприемств. Бо промая совесть науки с вытворчностью – залог за потребованностью теоретичных доследований. Так ГДУ – один областный университет, який открыл филиал кафедры радиофизики и электроники на заводе «Интеграл». Дякую, что этому селета предприемства приняла на працу 11 выпускников Гомельской ВНУ. Подготовка студентов проводится начиная со второго курса. То есть темы дипломов, темы курсовых во время обучения согласуются в том числе с предприятием под наши задачи. И поэтому проводится подготовка, включая прохождение практики на нашем предприятии, написание диплома на нашем предприятии. С руководителями диплома также являются работники нашего предприятия. Сирот тем конференции – анализ пропанал по автоматизации науковых доследований, пошук шляхов коммерциализации распроцовок, их эффективного выкрестания экономики, обмеркования перспективных на прамках международного супрацовництва у навуководоследшей сферы. Навуковцы сходятся умеркований, что физика, навука, якая мая, великую будущую. Одним из конечных результатов взаимодействия излучения с веществом является образование на поверхности покрытия функциональных слоев. Именно этому направлению уделяется у нас в университете особое внимание. Нанесение покрытия позволяет значительно улучшить свойства изделий, которые применяются не только в машиностроении, химической промышленности, ну и в медицине. К примеру, в последние годы в Институте физико-химическом нашего университета разработан целый спектр покрытий, которые обладают антибактериальным эффектом. Материалы конференции плануются опубликовать у навуковых часописах проблемы физики, математики и техники и вестки ГДУ. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Виртуозный вокал в сполучении с глубоким гучанием классичных мелодий. У камерной зале Палаца культуры Чигуношников отбился музычный вечер под назвой «З любовью до оперы». Артистка Гомельской областной филармонии Вольха Кузьменко и солист Великого театра Белоруссии Александр Краснодубский подрихтовали для слухачев яскравую программу. У ЯЕУ вайшли творы с усветной классики на музыку Рымского Корсакова, Моцарта, Верди, Безе и Рассини. Очень приятно бывать у вас в Гомеле и петь для гомельской публики, потому как здесь очень богатая вокальная культура, здесь очень богатый вокальный потенциал, и у вас есть своя оперная певица. Такая колоратурная сопрано рождается далеко нечасто. Без криминального вибрато на верхнем регистре вы у нас в театре сопрано колоратурное не найдете, а в Европе тоже надо, ой, как здорово поискать. Александр Краснодубский у першиню выступил дуэтом с гомельской спевачкой. Да, гэта гайон был у нашим областным центры с президентским оркестром Беларуси и у составе трупы Великого театра оперы и балета. Об повышении рухальной активности людей с инвалидностью размавляли у Калинковичах. На базе районного центра социального обслуговывания насельництва прошла встреча с уделом представников местных уладов, медиков, социальных работников и инвалидов-колясочников. Над инициативой под назвой «От здоровья кожного до здорового громадства» активно працуе объединение инвалидов-спинальников. В ее рамках заплановано провести 11 рабочих сустречу в разных районах в области. В первую очередь нужно выяснить тот человеческий ресурс, который находится у нас в каждом районе. Молодые люди среднего возраста, которые могли бы и хотели бы заниматься спортом. Второе – выяснить материальный потенциал районов, то есть наличие спортивных объектов, наличие условий безбарьерной среды на этих объектах. И немаловажно наличие тренерского состава, которые могли бы заниматься с такой категорией людей. Инвалидное кресло не повинно становиться синонимом, да слово «злучение» – замкненный лад життя. На Мазырщине до прикладу, что хоть сбираются удельники спартакияда инвалидов-колясочников. Спортивные и туристичные традиции протягнуть, развивать и в будущем. По выниках встречи выпрацеваны домовленности, помеж зацекавленными боками намечены перспективные планы деянняу. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarchomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Ухудшение погоды в виде понижения температуры и выпадения мокрого снега вызвало сплеск дорожно-транспортных происшествий в области. Если в обычные осенние дни в среднем происходят около 60 ДТП, то за вчерашний день их случилось 90. В автоавариях погибло 6 человек, один травмирован. Дорога забрала 6 человеческих жизней в Калинковичском районе. Об этом ДТП мы подробно рассказывали во вчерашнем выпуске. Водитель микроавтобуса на момент совершения аварии оставался жив. Его прооперировали в районной больнице. Медики боролись за его жизнь до последнего, но сегодня в обед 30-летний парень от полученных травм скончался в реанимационном отделении. До позднего вечера на месте происшествия работали следователи и эксперты, восстанавливая хронологию причины и обстоятельства произошедшей автокатастрофы. Под контролем работа дорожных служб, отвечающих за уборку снега, страз и магистралей. К зимним осадкам были не готовы и сами водители. Многие до сих пор продолжают ездить на летней резине, откладывая визит в шиномонтажные мастерские. Как следствие, и легковые, и крупнотоннажные автомобили не всегда удерживались на дороге и съезжали в кювет. Многим понадобилась помощь спасателей. Водителям необходимо учитывать погодные условия, выбирать правильно безопасную скорость, дистанцию до впереди движущегося транспортного средства с учетом образования обледенения проезжей части. Особенно уделять внимание при движении по мостам, путепроводам, эстакадам, также на перекрестках и на участках с круговым движением. Также госавтоинспекция рекомендует перейти на использование зимних шин на автомобиле, несмотря на то, что правила дорожного движения предусмотрены только с 1 декабря. Но водителям все-таки необходимо обезопасить себя и свое транспортное средство, использовав зимние шины при движении при таких погодных условиях. Спасатели из Жлобина выезжали вчера по сообщению об обнаружении в одном из домов взрывоопасного предмета. Сигнал поступил от специалиста по ремонту лифтового хозяйства, который при осмотре шахты на техническом этаже здания по улице Факаново увидел предмет, лежавший в углу и похожий на противотанковую мину. Место обнаружения под охрану взяла милиция. И хотя по внешним признакам находка не была боевой, на всякий случай из квартир эвакуировали 12 жильцов. Специалисты группы разминирования подтвердили, что обнаруженный предмет является учебной миной. Кто, откуда и зачем ее туда принес, еще предстоит выяснить. Накануне в Гомельскую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом «перелом ноги со смещением» был доставлен 38-летний местный житель. Выяснилось, что травму он причинил сам себе, выпрыгнув из окна квартиры своего отца. Находясь в гостях, мужчина оказался заперт и, чтобы покинуть отчий дом, решил спрыгнуть со второго этажа. Но побег на волю вышел неудачным и достаточно болезненным. Ближайшие несколько недель потерпевший проведет на больничной койке. Сейчас правоохранители разбираются в причинах поступка гомельчанина и выясняют, был ли он пьян. Такой взор в происшествии к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Поединком в Гомеле между ВРЗ и столичным дорожником стартовал 10-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Главный тренер вагоностроителя Анатолий Яновский следил за игрой своих подопечных с балкона арены спорткомплекса «Локомотив». Это дисциплинарная мера последствия удаления с площадки в матче 9-го тура против «Литсельмаша». На самом старте отчетной игры гомельчане расстроили своего главкома. Шосток выцелил прострелом в штрафной хозяев Батурина, который эффектно перевел мяч в сетку ворот Дегтяренко. Уже на второй минуте вагоностроители оказались в роли догоняющих. Такой расклад гомельские трибуны явно не устраивало, а они гнали своих любимцев вперед. Хозяева оккупировали половину поля гостей, однако дорожник был готов к такому развитию событий. В защите команда Валерия Дасько действовала внимательно. Забить у вагоностроителей не получалось, а вот пропустить второй они вполне могли. Соперник соорудил несколько опасных контратак. И все-таки гомельчане дожали минчан. На 17-й минуте Евгений Рогачев раскачал защитника, подработал мяч под левую ногу и пробил в дальний угол 1-1. Второй тайм проходил в том же ключе. Хозяева наседали, а гости оборонялись и периодически устраивали вылазки в контратаке. За минуту до финальной сирены трио Рогачев-Клочко-Золотухин соорудило комбинацию, которую точным ударом завершил последний. Попытки гостей в оставшейся до финальной сирены время спасти ничью завершились еще одним пропущенным голом. Точку в матче поставил Рогачев. В 3-1 ВРЗ побеждает и сохраняет за собой первое место в турнирной таблице. Самое главное было это результат. Тут как бы никто сейчас уже не будет смотреть на качество игры. Конечно ошибки были, будут. Мы их разберем, будем с ними работать. Но самое главное на сегодняшний день это три очка и первое место в турнирной таблице. С этим соперником никогда легких игр не бывает. Люди очень хорошо, так насыщенно играют в обороне. Если еще ведут в счете, становится еще вдвойне, конечно, тяжелее. Допустили ошибку, пропустили гол. Пришлось где-то включать какие-то, не знаю, дополнительные резервы. Плюс у нас такой час выз был тяжелый и в эмоциональном, в таком плане, физическом. Гомельская команда БЧ в 10-м туре играет в Минске с охраной Динамо 17 ноября. Светлогорский ЦКК этот игровой уикенд пропускает. Хоккейный клуб «Гомель» завтра стартует в полуфинальном раунде континентального кубка. Соперники Рысей по группе хозяева турнира французская команда «Леон», казахстанский «Орлан» и латвийский «Курбац». 16 ноября гомельчане играют с латвийской дружиной. На следующий день с «Леоном». Завершит турнир «Гомель» поединком с «Орланом» 18 ноября. Путевку в финал континентального кубка получат две лучшие команды группы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова